Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами разберем случай вялых выделений, зудовый уретри и боли в промежности. К нам обратился пациент, у которого основные жалобы были на боль в промежности, усиливающиеся после эвакуляции, которые, соответственно, параллельно у него были небольшие зудения в уретре при мочеиспускании, усиливались после эвакуляции и при осмотре увидели небольшие выделения. Пациент по этому поводу уже неоднократно обращался к урологам по месту жительства, а также проходил различные консультации, в том числе и видео-онлайн-консультации. Ему прописывали различные антибиотики, в том числе по чувствительности выявленной флоры, а выявлялся у него часто гемолитический стафилококк, выделялись у него часто энтрококк фекальный, кишечная палочка, клепсиэлла, различные микроорганизмы, которые непосредственно лечились антибиотиками. Он пил антибиотики как левофлоксацин, моксифлоксацин, цифрофлоксацин, макмерор, юнидоксалютаб, велипрофен, шумамет, то есть довольно большое количество антибиотиков, но существенного эффекта не наблюдалось. Соответственно, мы взяли выделение его на непосредственно анализы, опять выявили условно-патогенные бактерии, ну и воспаление, естественно, что было выявлено. Мы отправили его, соответственно, на уротроскопию, мы осуществляем в девятом лечении диастической центра Министерства обороны, где, соответственно, что выявилось? У пациента имеется тотальный уротрит с акцентом на задний уротрит, склероз семенного бугорка, гипертрофия семенного бугорка. Что такое гипертрофия и склероз? Гипертрофия – это увеличение, склероз – это непосредственно появление отдельных рубчиков в задней части уротры и непосредственно на семенном бугорке. Семенная бугорка – это место, куда открываются выходы из предстательной железы семенных пузырьков, выходы из яичек. Для чего? Для того, чтобы во время эвакуляции непосредственно происходил выстрел в уротру, как стреляет сперма, и, соответственно, стреляло туда, куда нужно стрелять. Что здесь нужно делать? У данного молодого пациента еще не было каких-то признаков простатита ни по УЗИ, ни по сигаретной пристательной железы. Что в этом случае нужно делать? Активнее лечить уротрит. Есть пациенты, у которых непосредственно что ведущей роли выступает простатит, ведущей роли выступает уротрит. Часто у пациентов в этом случае находят в простате не какие-то существенные изменения, а именно небольшие рубцы, кальцификаты непосредственно вокруг уретра. Это говорит о том, что ведущей ролью в этой патологии играет конкретно уротрит и именно задний уротрит. Почему антибиотики не действуют? Здесь есть две основные причины. Во-первых, то, что бактерии скапливаются в биопленке, и антибиотики не действуют, даже если мы долго их будем назначать и упорно, даже если мы будем действовать ферментами, а пациент делал параллельно с вичелангидазой, естественно, что да. Но антибиотики до конца не проникают в эти биопленки. Это раз. Ну и второе происходит, что происходит на участках склероза, на участках воспаления, отсутствие выделения веществ, которые защищают нашу уретру от мочи, соответственно, постоянное раздражение мочи, постоянное воспаление, и туда осаждаются автоматически разные бактерии, которые приходят из того же самого заднего прохода под сосудом и так далее. То есть недостаточная защищенность уретры от раздражающих действий мочи, спермы и так далее вследствие потери защитных свойств из-за хронического воспаления. То есть сначала развивается человек хроническое воспаление и развивается порочник рук, то есть отсутствие эффекта антибиотикотерапии, ферментотерапии, когда изменена самостенка. И здесь, конечно, что лучше делать? Лучше сначала провести противовоспалительную терапию, антибиотикотерапию на фоне, конечно, чего иммуностимуляторов. Какие иммуностимуляторы мы наиболее часто используем? Мы используем наиболее часто пирогенал, пиротерапию. То есть пирогенал терапию обязательно после иммунограммы, интерферонного статуса и так далее, вот всех этих вещей с разрешением иммунолога, если там есть изменения, мы используем пирогенал терапию. Довольно длительно применяем препарат, который повышает температуру, повышает доступность очагов воспаления к антибиотикам, проникновение антибиотикам, открытие различных лимфатических коллекторов. Соответственно, препарат давно изученный. И мы с удовольствием используем данный препарат как подготовку к антибиотико-терапии, к противовоспалительной терапии. Это раз. Второе, параллельно, естественно, что мы с антибиотиками начнем и ферменты терапию довольно длительную. Ну и местное лечение. Местное лечение – это инстилляция. В основном, инстилляцию мы начинаем с промывания антибиотиками по чувствительности активированных ультразвуком. Есть официальный российский аппарат FATEC, который стоит на вооружении. Что он делает? Он активирует раствор любого антибиотика ультразвуком. Там появляются мельчайшие ультразвуковые пузыречки, которые бомбардируют стенку бактериальных биоплёнок, которые под воздействием бомбардировки орешником разрушаются и пропускают антибиотики местной большей концентрации. Это первое. Вы можете видеть на картинке, как это происходит. Затем уже после лизиса бактериальных плёнок и антибиотиков, которые помогают нам в общем. Антибиотик нужно вводить внутрь вены минимум первые 10 дней. А затем назначаем уже для заживления тот же самый фотодинамический лазер Буретру, который что делает? Разлагает рубчики. Он делает небольшой окислительный взрыв, как будто перекись водорода появилась внутри клеток рубца. Рубчик разлагается и стеночка начинает переформироваться в новую стенку и воспаление в стенке снимается. Вот таким действием обладает непосредственно фотодинамическая терапия. Убийство бактерий, непосредственно оксидативный взрыв и гибель клеток рубца, чтобы рубец там сточился, и наконец снятие воспаления. Это то, что как раз нужно для данной методики. И так, соответственно, комбинация промываний растворами антибиотиков и фотодинамической терапии уретры как раз часто приводит к улучшению состояния уретры. Поэтому врач должен понимать, куда ему делать акцент. Либо на лечении уретрии, либо на лечении простатита в зависимости от возраста пациента и патологии. Конечно, у молодёжи простатит наблюдается крайне редко. Но у молодых пациентов, как правило, наблюдается преимущественное поражение уретры, а у пожилых это уже уретропростатит классический. Поэтому незачем лазить такому пациенту в 20 с небольшим лет в задний проход и разрабатывать его хорошенько. Нужно просто делать акцент на другое, на лечении уретры, что в данном случае наиболее правильно. При необходимости диагностики лечения различных высыпаний в области половых органов, а также различных инфекций урогенитального тракта, вы можете обратиться к урологам-венерологам нашего медицинского центра Платной КВД в Москве, а также посмотреть данные фото в более хорошем качестве на нашем сайте в разделе «Клиничные случаи». Спасибо за внимание.